Объектив телефона для каждого сегодня как лучший помощник. Запечатлеет самые яркие моменты и удивительные места. Конкурс на телеканале Видное ТВ был объявлен для тех, кто любит путешествовать по нашей необъятной стране, изучая широту Дальнего Востока, суровость русского севера и солнечные краски юга. В каждом кадре особое настроение. Десятки фотографий и видеороликов прислали участники конкурса «Путешествуем по России». Почти ежедневно на наш адрес приходили новые заявки и работы. Каждая особенная. Поэтому и определить лучшие было непросто. Победители решили наградить на Дне города. Наш партнер, торговый дом «Перекресток», подготовил замечательные подарки. То видео, те фотографии, которые прислали вы, мы рассматривали как жюри, насколько нам хочется туда поехать. Просто отъехать от 20-30 километров от Москвы, можно увидеть нечто такое. Мы просто порой иногда проезжаем это и не видим. Так что находите даже в своих окрестностях какие-то новые места и новые впечатления. А за то, что оценили наши фотографии, и за то, что также любите путешествовать по России, как и мы. Будем рады поделиться следующими кадрами. Куда собираетесь в следующем году? А может, в этом? В этом году планируем посетить Подмосковье, Ближнее и также еще Золотое кольцо. Город Владимир впереди. Елена Солнечная объехала прошлым летом весь Дальний Восток, не выпуская камеры из рук. Теперь ее личные фото и видеоархив пополнился видами Хабаровска, Владивостока, острова Сахалин. На самом деле мы очень мало знаем свою страну. И когда мы находимся, как говорится, Питер, Якутия или Дальний Восток, это совершенно разные миры. И я решила, что надо показать, насколько прекрасен наш Дальний Восток. И что нужно собираться и ехать не за границу, а именно по нашей стране, потому что она бескрайняя и удивительная. Подольчанка Анна Секерина получила специальный приз от мастера массажа Марины Мустафиной. На самом деле первый раз в жизни вообще что-то выигрываю. Очень приятно, спасибо. Самой маленькой участницей конкурса стала Вероника Можаева. Девочке только-только исполнилось пять. Юную победительницу мы пригласили в студию телеканала, познакомили с ведущей новостей Екатериной Коваленко. Тут же девочку ожидал и первый подарок от наших спонсоров. Конечно, ролик о путешествии был сделан вместе с родителями, но роль юного гида трудно переоценить. Здесь мы гуляли по центру кого-то, а нашли туфетильный парк. Мы поехали за Телебут. Вот он, подарок. Я думаю, что тут и тебе, и маме, и всем, кто участвовал в создании ролика, и кто любит путешествовать. Маме, наверное, да? Потому что тяжелые давайте. Пожалуйста. Это наш партнер, торговый дом, перекресток. Вот такой подарок вам приготовил. Спасибо большое. Очень любим во всем участвовать, и в газету отсылаем, и на телеканалы. Вообще очень активные жители. И активные путешественники. Это да, и активные путешественники. Где в этом году были? В этом году были в Санкт-Петербурге, ездили на дачу к бабушке, в деревню ездили, посетили Нижний Новгород, и Тверь, и еще много разных городов, и Золотое кольцо посетили. Призы розданы, победители довольны. А мы еще раз призываем, путешествуйте по России и делитесь своими впечатлениями. Татьяна Брылова, Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Відне ТВ.